швейная машина typical gk 6150h швейная машина ломает иголки обрывает нитку ну и попросили посмотреть лапку подошву лапки съела зубьями ну нужно посмотреть можно ли что-то сделать теперь могу сказать точно основную причину поломки этой машины вот это тот винт который удерживает лапку да это очень удобно он подпружиненный нажимаем вот так вот пружину и вставляем и снимаем лапку это удобно но дело в том что на толщине на вот таких вот переходах лапку начинает смещать и пружина это не удерживает лапка начинает смещаться и я вам говорил что лапка была побита очень далеко от отверстия иголки в левую сторону вот здесь вот видите я по зачищал все и вот здесь вот и разбила иголкой вот эта иголка попадала аж сюда лапку сворачивала в правую сторону иголка попадала сюда потому что пружина вот это она не удерживала и вот так вот видите вот качение шло и лапка вот так вот виляла по этой причине иголка соскользнула и попала на носик челнока соответственно при этом если машина работала даже не на большой скорости челнок ну он все таки сбился сместился вот так вот и дело в том что вот сколько на этой вещи поработали и здесь получилось выработка лапка болтается на нашем штоке так что эта штука она не удерживает это можно использовать конечно же на тонких средних материалов но для толстых материалов она не пойдет так ну и я поставил иголку на 75 поставил тонкие нитки и и все таки я опробую на тонких материалах вот лакешка все то что я строчил сейчас попробую про строчить продублировать чтобы быть уверенным что пропусков нет так вот самый материал такой веке строчка отличная так можно немножко отпустить немножко наверх вытягивает так и далее так же смотрим так здесь тоже строчка наверх еще отпускаем так все нормально уже с этой стороны виден узелок желтый значит уже в середине материала строчка так все здесь отлично так ну и далее я думаю что проблем не будет все будет нормально так смотрим вот строчка нижняя вот желтая вот здесь вот здесь ну в общем-то все отлично здесь сделаем вот такой переход так все отлично без пропусков строчка идеальная готова ну и теперь смотрите вот лапка есть обучающие видео по швейной машины кипикал обучающие видео подходят и на другие похожие швейные машины как правильно снять установить и отрегулировать челнок как правильно установить заводскую настройку игловодителя как отрегулировать эксцентрик продвижения в какой момент зубья должны опускаться и в какой момент иголка должна заходить отверстие игольной пластины ссылка на обучающие видео в описании под видео появятся вопросы пишите на почту ссылка также в описании под видео ну и теперь смотрите вот лапка второпластовая и здесь вот на ней получилась выработка соответственно ну не придерживается того момента когда без материала шить нельзя и вот это все сгребло зубьями здесь вот борозды пооставляла от зубья видите вот какие борозды ну и это можно конечно попробовать исправить